Здравствуйте, Юрий Барамович. Здравствуйте. Международный музыкальный фестиваль в Хабаровске подтвердил свой статус ежегодного, состоявшись во второй раз, но в организаторской среде музыкальной существует такое мнение, бытует, что хороший конкурс и хороший фестиваль нельзя проводить ежегодно, он высасывает силы, участников, время на организацию. Вы с этим согласны? Нет. Я считаю, что конкурсы, это мне Ростропович в свое время подсказал, у меня есть конкурс в Москве международный альтистов, первый вообще, а вот он уже проходит 5-6 раз. И вот мне Ростропович посоветовал, то, о чем вы сейчас говорите, немножко растянуть это дело, он говорит, студенты не успевают в следующее поколение подготовиться, и поэтому он был у меня раз в 2 года, теперь раз в 3, а иногда даже в 4, ну, в общем, в 3. То есть ежегодно лучше не делать все-таки? Конкурс, да. А фестиваль можно? А фестиваль обязательно забудут. Завтра начнется конкурс по отбору юных талантов. Да. И по итогам, как было сказано, будет формироваться первый всероссийский юношеский оркестр под вашим руководством. А какие планы у вас на этот оркестр? Вот, ну, во-первых, это новое дыхание, и я считаю, что сейчас это вообще тут, я не хочу на себя слишком много брать ответственности, то есть ответственность я готов взять, а значимость, что ли, потому что я помню, что появление в нашем студенческом оркестре таких крупных мастеров имело огромное значение, огромное. Поэтому, мне кажется, надо, пора уже подумать и отечеству послужить. То есть вот этих молодых как раз собрать, и сейчас же все очень у нас как мозаика. Есть очень хорошие профессора, есть, а многие уехали когда-то, время непростое. Поэтому сейчас надо обращать внимание на эту молодежь. Знаете, когда-то мне очень понравилось, как старшего Михалкова, какой-то журналист, девушка, по-моему, она сказала, ну, вы же детский поэт, с такой интонацией, ну, он умный человек, он сказал, сегодня это дети, а завтра народ, я пошел, ушел. То есть, понимаете, вот этот оркестр, если он будет, то он, значит, они сегодня дети, а завтра тоже народ музыкальный. Поэтому надо сейчас в правильное время... Их отобрать, а потом уже везти? Их уже отбирают. Вот завтра 10 человек, я уже слушаю, и 6 по видео, потому что их куда-то увезли, чуть ли не лучших 6 человек, значит, увезли во Владивосток, там что-то происходит сейчас. И они оставили DVD, так что получается 16, но это будет ведь по всей стране. Вы сейчас говорили про ответственность, но на вас ее наверняка очень много, судя по тому, что вы руководитель художественно очень многих фестивалей по всему миру, и Западная Европа, и Восточная Европа, и Россия, совершенно далекая заграница. А скажите, ну, во-первых, банальный вопрос, как вас на все хватает, и времени, и сил, а второй вопрос, где та грань, за которую вы не перейдете в своей географии? Лимит есть? Сейчас может вам показаться странным, мой ответ, но фестиваль – это лучше, чем просто гастроли. Это мне нравится, ну, хотя бы, потому что не нужно каждый вечер разбирать чемодан, развешивать вещи, и потом искать, где погладить, потому что это мнется в чемодане концертная одежда. Вообще устаешь больше. Фестиваль, несмотря на то, что много работы, все-таки ты находишься на одном месте. Вот это самое главное для того, чтобы восполнять какие-то силы. А кроме всего прочего, не надо забывать, что каждый фестиваль имеет свою не только от меня идущую идею, а еще у меня команда очень хорошая, работающая со мной уже много лет. Двое здесь как раз вот присутствует сейчас. И кроме этого, географическое расположение сказывается невероятно. Это даже интересно. Например, я там подумал сделать фестиваль Форт-Венгера в городе Мышкин. Ну вот, есть такой город Мышкин. Ну это, конечно, шутка, но что-то там будет. А Ярославль, ну вы знаете, есть много фестивалей, но я тогда приезжаю и хотя бы дней пять нахожусь на одном месте, и тогда легче. И репетировать вообще какое-то расписание составить. В общем, фестивали этой грани нет. Благодаря глобальной сети одна ваша мечта известна широким массам. Вы мечтаете, чтобы вам написали концерт Чайковский, Брамс, но очень жалеете о том, что этого не случится. Но наверняка современные композиторы мечтают написать для вас концерт. Да, у меня очень много. Вы воплощаете их мечты или нет? Да, да. Их концертов более 50 мне посвященных и сыгранных. И штук 10 записаны. Они делятся так примерно. Но три сейчас у меня в очереди лежат, и я в долгу. Бывают казусные ситуации. Как, например, у меня в гостях в моей передаче «Вокзал мечты» побывал Таревердиев. Мы с ним чудно пообщались, и в конце, спасибо, что вы пришли, спасибо, что вы пригласили. Я говорю, вот я знаю, что вы написали скрипичный концерт, будет играть Мулова, а вы не подумывали о том, чтобы для Альта написать, для меня. Он говорит, я пишу очень быстро, ловлю вас на слове, я это с удовольствием сделаю. Он это сделал, но прислал мне такую аудиокомпьютерную запись, он сам там наиграл, и это на меня не произвело никакого впечатления, то есть какой-то бред. Так, 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 вот такой же. Поэтому я никак не решался приступать. А он взял, да и умер потом. Там год или два прошло, а я так и не сыграл. А потом его вдова ко мне обратилась, что маленький фестиваль в Москве, где хотелось бы, чтобы это произведение... И я уже тогда, мне было неважно, оно хорошее или плохое. Я сказал, да, потому что у меня вот камень на сердце был. А оказалось очень хорошее произведение. Так казусно, и тоже было это вещи. Но, в принципе, вот из этих, уже можно сказать 60, потому что давно было 54, в принципе, из этих произведений десятка золотая. И есть несколько гениальных. Один из них это концерт Шнитке, который мы, кстати, играли в Хабаровске в прошлый раз. Стикс Геи Кончели, литургия Геи Кончели, концерт Александра Чайковского и, конечно, концерт Софьи Губайдулиной. Это я могу сыграть завтра, если надо. Это у меня в руках. А на остальные, на какой-то мне понадобится два дня, на какой-то один, чтобы вспомнить. Но в каждом из них есть не только прелести, а есть мысль, чем и отличались произведения советского времени от многих западных. Вот единственный, кто не советский композитор, у которого глубина и, ну, почти, почти Шостаковичская, это Пендерецкий, польский композитор. Но, опять-таки, он близок к нам, может, поэтому, не знаю. Умная музыка должна быть не только душевная, она должна быть умная, должна быть логика. Ну вот, так что я отвечаю обязательно, мало того, я провоцирую по-прежнему. Мы только что сыграли двойной концерт Губайдулиной, сейчас будет новый Геи Кончели. Есть. Вот только что итальянского одного молодого, вообще ему 19 лет, надо же, для двух альтов. То у нас сейчас было турне по Италии, мы сыграли в два раза. Так что новое все время присутствует. А вы очень близко общаетесь с актерской средой, играете в кино. Будете как-то это продолжать или нет? Я считаю, что это отдельная профессия, и, в общем, ну, я попробовал, и на седьмой раз согласился. А так-то у меня давно были предложения от моих друзей, от Никиты Михалкова, было много лет назад очень черный фильм, там, Швейцер, Швейцер Соната, причем Венковский настаивал, чтобы именно я был. А, знаете, когда пробы, крупный план, и мне понравилась, значит, актриса, которая должна быть... А поскольку я уже был отобранным, то я вот назвал ее. Ну, поскольку она жива, то не стоит эту историю до конца рассказывать. Ну, в общем, Янковский был против. Он сказал, нет, вот он должен быть 100%. А это вот стертая уже актриса. И тогда он нашел Селезневу на эту роль. Крейцер Соната, если вы не видели, там совершенно гениальный, потрясающий весь фильм, его монолог. Вот когда он едет в бой, ну, просто потрясающе. А оба раза, когда уже приближалась к осуществлению, я оставил перед собой вопрос. Моя специальность – это играть музыку, концерты, или сниматься в кино, где я ничего не понимаю, как там сниматься. Я могу спокойно брать интервью на телевидении, но это разные вещи. Я считаю, что это профессия, и очень серьезная. И вот оба раза я, поставив перед собой такой вопрос, решал в пользу гастролей. Потому что в этот момент у меня месяц в Японии, допустим. Не буду же я отменять месяц гастролей по моей специальности, чтобы сниматься в кино. Я не знаю, чем это кончится, как это у меня получится или нет. Так вот, Сережа Соловьев, с которым я дружу много лет, он говорит, ну, кофе мы можем попить? Я говорю, ну, ты понимаешь, что я точно не сумею? Хорошо, ну, кофе можем? Можем. Сели. И так полтора часа сидим, 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 сидим. Я говорю, у меня остался последний козырь. Я говорю, когда ты начинаешь съемку? Он говорит, 3 апреля. Я говорю, сейчас позвоним Роме, я тебе скажу, где я играю 3 апреля, в какой стране. Он говорит, нет, дорогой. Он достает листочек бумаги, где выписаны все мои дырочки маленькие в течение года. Он уже с ним связался, говорит, вот у меня в эти дни как раз запись, как раз съемка. Ну, тут я развел руками, значит, и вот это произошло. Но он как-то не очень показывается. Я понимаю, почему. Нельзя смотреть без разжевывания. То есть этот человек должен посмотреть Ассу раз, потом Анну Каренину, и потом Ассу два подряд. Это же надо целый день сидеть в кинотеатре. У вас есть такая практика и такой опыт проводить зрителей, которые толпятся перед служебным входом. На концерт, в зал усаживать, на свободные места, на ступеньки, куда угодно. В Хабаровске будет такая практика или нет? Могут зрители рассчитывать на то, что они подойдут к служебному входу, и Юрий Пашмет провезет их в зал. Тем, кому не хватило билетов. Я вот сейчас не могу вспомнить, в каком городе это было. Был такой яркий-яркий очень случай. По-моему, в Сибири. Вот я подошел, приехал на концерт, и там человек 40 стоял. А они, Юрий Абрамович, Юрий Абрамович, помогите мне. Я говорю, я сейчас что-нибудь придумаю. Вот вы постойте. Я ушел к себе в артистическую, пришел худрук театра или директор. Я ему сказал, надо провести там... А, они сказали, мы педагоги, и наши ученики училища, или вот такое что-то. И мы не можем попасть. Я сказал директору, их надо провести. Он говорит, это нереально, пожарники не разрешат, это нереально. Я говорю, вы не понимаете, о чем я говорю. Что надо постараться, подумать, может быть, они могут где-нибудь там... Ну, как по входным входят, где-то стоять, где-то молодежь постоит. Ничего страшного, если так хочет. Нет-нет, этого не будет. Я говорю, ну и концерта не будет. Ну, он психанул. Значит, а потом, когда он понял, что действительно не будет, что уже 20 минут опоздания было. А я стою, играю, он говорит, на сцену. Я говорю, сами идите играйте. Я же вам сказал. Значит, он говорит, где я возьму эти стулья? Я говорю, не нужны никакие стулья. Там вот центральный проход, это такие ступеньки. Они там все себе спокойно сядут. Так и вышло. Что касается публики непрофессиональной, здесь мне будет сложнее. Я, конечно, если сумею, то помогу. Но все-таки каждый должен заниматься своим делом, где он разбирается. У вас в жизни очень много и в творчестве случайностей или, наоборот, не случайностей. Сами как оцениваете? Чего больше? Случайного или не случайного? Я вообще иногда, если у меня получается, абстрагироваться от самого себя и увидеть себя как в другом. Я считаю, что у меня какой-то одно из качеств, не мое, а какое-то божественное или судьбоносное, я не знаю. Но всякие происходят какие-то события, которые либо влияют на очень важные потом решения, либо просто очень смешные или такие знаковые. А может быть, если я начну зазнаваться уже, то я скажу, что я призываю всегда молодых совсем жить очень внимательно. То есть не то, что там изучая, за всем наблюдать, но в принципе запоминать что-то яркое. Есть люди, которые видят, а есть люди, которые не обращают внимания. Однажды я получил задорновскую лирику, и я настолько не ожидал, что он такой внимательный и такой чуткий. Там нет юмора никакого. Просто лирика и его наблюдение, что где такие повести маленькие. Но это Жванецкий, конечно, тоже очень серьезный. Я уже не говорю о таких писателях. Так что я не знаю, что больше. Понимаете, если вы будете хотеть, то вы к себе притянете это внимание. Вот если я хочу, чтобы было интересно, то я вижу, где интересно. А что вам далось в жизни, в творчестве сложнее всего? Ну, все было не так просто. А с другой стороны, конечно, звезда какая-то меня вела всегда. Но если говорить об узкопрофессиональной какой-то линии, то вот что хорошо, что я умею переключаться, вот как в аппаратуре, по стилям. Если это, допустим, современная музыка, это так. Если это аутентичная музыка, значит так. Как переключатель. То есть и люблю синтез, но сознательнее. И тогда, например, я жалею о том, что я джазом не позанимался в свое время, не уделил время, потому что по-прежнему я завидую тем, кто умеет долго и качественно импровизировать. Хотя мне пришлось несколько раз это сделать, но я чувствую, что я здесь недообразованный. А вот что самое трудное было в музыке, невероятно. Это вы знаете, сейчас я фамилию-то вспомню, боже мой, с легким паром у нас, Никитин, да? Вот, делали, готовили концерт в памяти хотел сказать Азнавура. Акуджавы. И вот там знаменитая песня, Москва. И он ко мне приехал, мы стали репетировать. То есть я должен был быть сальтом, он с гитарой, он поет, а я обыгрываю тому. И вот попасть в этот жанр сто раз для меня было сложнее, чем джаз-рок или джаз, или поп, или любой другой жанр. Но вот попасть в барда, с этим, просто чуть-чуть переусердствуешь, ресторан попадаешь. То есть, с глисандой там скрипка. Чуть-чуть не добираешь, слишком академично, что ты вообще суешься в этот жанр. То есть это невероятно тонкий вот такой... Вот это, пожалуй, было самое трудное. Он меня очень хвалил, я сам считаю, что я как-то с успехом вышел из этого положения, но теперь знаю, что это такое. Это не так легко. Сыграть простую мелодию, доходчиво, не банально, не скучно, интересно и не пошло, когда сама мелодия на грани пошлости, ну, просто блатная. И вот это вот было, пожалуй, самое трудное. В следующем году приедете в Хабаровск? Фестиваль будет? Да, конечно. Мы сейчас... Я даже сегодня взял это, сказал, что самое трудное это второй пройти, привыкнуть, что он есть. И вот чтобы третий прошел мощно и с успехом, тогда можно будет говорить о его уже долголетии. Я думаю, так и будет, потому что столько людей, вот где бы я ни устраивал, но есть, пожалуй, еще два места, где руководители города хотят, и публика хочет, когда все сходится. Но, как правило, надо этим заниматься, письма писать, договариваться, объяснять, что классическая музыка это очень полезно для детей и вообще для души. Потому что однажды мне один олигарх объяснил, я искал тогда деньги для зарплаты в оркестр, это трудное время перестройки было. Он сам меня пригласил. Потому что, оказывается, те артисты, которые играли по его просьбе на каких-то мероприятиях, они получали какие-то бешеные гонорары. А когда он узнал о том, что здесь вообще идет речь не о том, что я называю, а о том, значит, а вот какие у вас есть возможности, так и делайте. И не будет переговоров никаких. Он это оценил и вызвал меня. Говорит, расскажите, у вас есть проблемы, я хочу помочь. Мы с ним сели, начали разговаривать. Он говорит, можно я вам покажу другую комнату? В его кабинете еще одна комната. Заходим, а там кубки спортивные, в большом количестве. Он говорит, давайте представим себе ситуацию. У нас с вами одинаковые возможности. Нам привели двух мальчиков, оба вундеркинды, оба очень талантливые. Один гениальный по данным вратарь, а другой гениальный по данным скрипач. Ведь мы с вами не начнем задумываться или еще. Автоматически вы поможете скрипачу, а я футболисту. Потому что я спортсмен в прошлом. Так что, говорит, если у вас будет просто нужда вот какой-то проект сделать, я вам помогу. Но взять на себя груз, в общем, такой спонсоризации, я не могу. Если бы вот футболистом был, я бы это сделал. Я говорю, ну, большое спасибо. Но я его понял. А вот здесь получается, что это всем нравится. Потому что вот даже сейчас вот человек пришел с ним познакомиться. Он, оказывается, участвует в финансовой поддержке. А оказывается, он меня слышал много-много лет назад в Ереване. И когда он узнал об этом фестивале, он посчитал, что это... Готов. Готов помочь и хочет. Оказывается, я вообще не знал. А губернатор, у него дочь училась, насколько я понимаю, на рояле в музыкальной школе. А потом она стала врачом. Психологом, по-моему. И он готов абсолютно. Он говорит, я иногда даже приходил и говорил, ну, поиграю. Она говорит, я уже маме все сдала. То есть уже показала свои... Он говорит, нет, ты мне покажи. Мне очень нравится, как она сидела, профессионально играла. Значит, с ним гораздо легче говорить, если ты говоришь откровенно и убедительно. И это гармонирует с его... Ну, с его какими-то устремлениями. Поэтому он рад, он знает, о чем речь. Он не тот футболист, который... Ну вот, так что мне кажется, что я уверен, что в Хабаровске это обязательно будет жить. У нас много-много всего. Вот сейчас получается прослушивание, оркестр, молодежная вся. Это премьера уже есть. Ну, все, оркестр есть, все стараются. Труднейшее это произведение, Берлиоза, но труднейшее для оркестры. Так они прямо. Мы очень рады, что в нашем городе все так получается и получается с вами. И очень благодарим вас за интервью. Спасибо вам. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok